Всем приветики, друзья! Как у вас дела? Сегодня 25 декабря, ровно 6 дней осталось до Нового Года. Вы наверняка тоже готовитесь к Новому Году, у кого-то наверняка карпати в школьные праздники. Ах, как я вам завидую, ребята. Здесь, в Америке, лично там, где я живу, особо ждут Новый Год. Новый Год для них, эээ, нормально. Они больше всего отмечают Рождество, но, я так скажу, так как мы отмечаем, никогда не отмечают. Раньше я в Бишкеке работала в ЦОМе. Вы не представляете, как по-настоящему чувствуется Новый Год, приближение Нового Года в ЦОМе. Все покупают подарки, все круто, блин. Корпоратив. Я обожаю любые корпоративы, потому что там, где я работала в ЦОМе, наш шеф был офигенный. Он мог устроить такой пир. Мы могли бронировать ресторан, и, конечно же, еда, напитки, все-все-все, и, конечно же, танцы. Любой праздник без танцев для меня не праздник. Без танцев праздник не удался. Не знаю, мне нужна музыка, мне нужны танцы. Как я скучаю по Бишкеку, ребята, вы не представляете. Вот, сегодня видео не об этом, да? Не, вообще-то об этом, про Новый Год. Но я хочу сегодня ответить на вопросы новогодней тег. И тут такие вопросы. Первый вопрос новогоднего тега. Мой любимый новогодний фильм, точно не ирония судьбы, я его ненавижу, мой любимый фильм, конечно же, «Один дома». Я его обожаю. Я его могу пересматривать, присматривать все четыре части, да? Не знаю, могу пересматривать, смотреть, и каждый раз обожаю. Второй вопрос. Самое необычное место, где ты отмечала Новый год Самое необычное место, где ты отмечала Новый год Я могу сказать одно Я не особо помню необычные ситуации в моей жизни Где я отмечала Новый год Там в машине, ну как там в фильмах в Ваде Нет, у меня наверняка одна история из моего детства приходит Раньше мы отмечали у моей бабушки в Джалабаде И был когда-то очень сильный снег И мы решили с моими провесниками, родственниками, да, получается Построить типа домик из снега И мы реально построили Я помню, мы там поставили свечку под этим Получается целый большой домик сделали Но это был реальный домик из снега И мы нашли какую-то большую доску Поставили сверху, типа крыша Потом сожгли какой-то костер, типа Там костер, конечно, потух Но мы реально такое сделали Я помню, это было 31 декабря, было круто Мы почти весь день там провели Вот вечер уже вышли оттуда Чтобы как бы отметить Я точно знаю, что могу сказать Встреча нового года в этом снежном доме было круто Для меня вот это, сказать, необычное место А так, необычных мест я отмечала Новый год не было такого Да, правду скажу Не буду придумывать всякие фантастики Третий вопрос Самый необычный подарок, который ты получила на Новый год? Самый необычный подарок, если честно Я не помню, я такая забывчивая Но я точно могу сказать, что в новом году У меня мой одноклассник подарил Он мне очень запомнился Это был самый лучший подарок для меня в то время Это кассета фабрики звезд 4 Я его слушала каждый день У меня такой плеер был Я могла слушать эту кассету каждый день Честно, и тем более эти кассеты дорого стоили Было легко достать эти кассеты Тем более я вжала в жалобах Они продавались только пешкейки, мне кажется И вот, мой одноклассник подарил на Новый год Мне этот фабрик из звезд 4 Я так рада была Я его слушала, все мои любимые песни были В общем, Тимати, Олекса Все наши любимые певцы и певицы В этой кассете были Я очень это запомнила До сих пор я эту кассету люблю Хороший подарок мой одноклассник мне подарил Офигенно Итак, следующий вопрос Любимые новогодние блюда Любимые новогодние блюда, мне кажется, как и у всех Это оливье Я оливье обожаю Я могу есть на завтра Особенно, когда после Нового года остается Обожаю по утрам есть Когда утром встаешь уже Так как вчера я не смог все съесть Потому что есть слишком много еды И на утро встаешь такой Такой галлонный И там целый тазик с салатом Вот, оливье мое самое любимое И конечно же, как же без мандаринов Следующий вопрос Настоящая или искусственная елка? Хороший вопрос Я, конечно же, предпочла бы настоящую У меня первый и последний раз в жизни Я могла приобрести настоящую елку В прошлом году Потому что в прошлом году Я помню, мы только переехали в этот апартамент И у нас вообще не было времени купить Или что-то подготовить на Новый год И у моей свекровки есть подруга Которая, мы с ней очень хорошо дружим И она, представляете, сделала мне подарок Купила большущий, огроменный Выше, чем я Настоящую елку Купила и отправила мне Как подарок на Новый год Типа, чтобы твое Рождество Без елки не было Я так радовала Она, не знаю, ее зовут Керри Я ее просто обожаю У нее такая семья дружная У нее сколько, четверо детей Сама выглядит как модель Вообще не скажешь, что у нее четверо детей Но она такая, не знаю Она для меня Айдол Идол Муж идеальный Она сама идеальная Она все успевает Дети красавцы Дома всегда убрана Не знаю, она такая, молодец Для меня, когда я представляю свою семью Я представляю семью как ее Потому что у нее действительно Очень хорошие дети Воспитанные Очень уважительно Относятся вот к женщине Старшему, младшему У них нету никогда ссор между ними Это бывает, что такие Смотришь на семью Они ругаются друг с другом А у них нет У них всегда так С дружком ходят Постоянно друг о друге заботятся Не знаю, когда я ее семью смотрю Думаю Я хочу тоже такую семью Она мне отправила эту елку Я, о май гад Дом весь пах этой елкой Конечно, я предпочитаю Настоящую елку В этом году не получилось поставить елку Потому что, опять же, у меня не было времени Но в следующем году Я обещаю, я куплю настоящую елку Расскажи про свой предновогодний день Давайте объясню так Скажем, период до Америки И после Америки До Америки Мои предновогодние дни были как Я собирала, конечно же, подарки для всех Для мамы, для папы Для всех-то по отдельности И могла купить там Обязательно продукты для оливье Я еще обожала другой салат Который назывался Свежий Свежий салат Я не помню Вот что-то свежее Там была кукуруза Кукуруза и свежие огурцы И за это назывался свежий салат Вот, я обожала этот салат Я обычно все подготавливала для салата Последний год до Америки Последний предновогодний день Мне кажется, было так Было очень холодно Было очень холодно И мы тогда... Я работала 31 декабря в ЦУМе Я работала в ЦУМе до конца, до 7 часов Получается, я отработала Потом поехала домой Мама с братишкой ждали, с папой Короче, мы салаты сделали И, конечно же, включили первый канал русский ОРТ И, конечно же, там новогодние эти Я обожала программы эти предновогодние Самые крутые, честно И мне кажется, за этих программ Все больше чувствуется Новый год А потом, после 12 Вроде мы пошли гулять Теперь скажем предновогодние дни здесь Так как здесь больше отмечают Рождество Новогодние дни у них нормальный день Где все работают А не так А, Новый год Вот У меня здесь так Я работала постоянно И только вот с 1 декабря ночью Что нужно подготовить для Нового года в Америке? Красивое платье Красивые туфли Офигенный вид, да? Чтобы пойти с друзьями погулять Как и в этом году я и собираюсь В этом году мы собираемся с друзьями встретиться И идем, короче, в какой-то ресторан Клуб Все с друзьями собираемся Там, конечно же, танцы будут То, что я люблю Танцы, напитки Чуть-чуть похрустим Не знаю Ну, будет такой вечер Там я отметил Следующий вопрос Любимые новогодние цвета? Любимые новогодние цвета? Это будет, конечно же, все блестящее Если это считается светом Все блестящее И, конечно же, красный цвет? Красный цвет с белым Красный с белым Если макияж, опять же, красный И, не знаю, все красное Все блестящее Следующий вопрос Идеальный новогодний макияж? Идеальный новогодний макияж для меня Красная помада и стрелки Самое то Либо же smokey eyes Smokey eyes и красная помада Да, для меня это идеально Короче, любой красный С красной помадой С красной помадой и все Следующий вопрос Твое желание в новом году? Мое желание в новом году Чтобы мои цели были достигнуты Потому что целей у меня много У меня очень много Прям целый лист моих целей Один из них я могу с вами поделиться Один из моих целей Это закончить побыстрее с моим веб-сайтом Я скоро веб-сайт открываю Jumpingdown.com И хочу его отработать достаточно нормально Чтобы в следующем году Начала нормально работать И чтобы мы с вами могли контактировать через мой веб-сайт Вот И других очень много Я, наверное, сейчас расскажу Их очень много Их нужно просто перечислить Вот Я хочу, чтобы в новом году все мои цели были достигнуты А, кстати, это еще одно мое желание в новом году Это можно сказать Желание Я хочу полететь в Кыргызстан Пожалуйста, соберите меня в Кыргызстан Я хочу Я хочу, наверное, летом Я хочу на Исыкуль Я хочу на Исыкуль Я хочу... Я очень сильно хочу показать моему мужу Исыкуль Я просто не могу дождаться ему показать Асыкуль Я хочу вот все-все показать Я не могу дождаться, поделиться этим с ним Я ему покажу мою школу Я хочу показать ему горы наши Я хочу показать родники Всем Джалабад, Арсланбов Там, где я была в детстве Я хочу все ему показать Надеюсь, пожалуйста, что в следующем году Пожалуйста, пожалуйста, что в следующем году У нас получилось полететь в Кыргызстан Вместе и чуть подольше, чтобы побыть там Посмотреть все-все-все достопримечательности Красивую погоду, офигенный климат Я хочу, чтобы мой муж увидел это И, конечно же, я очень хочу, чтобы мой муж Увидел всех моих родственников, поздоровался Сказал хай Вот, я очень-очень хочу, чтобы в следующем году Мы поехали к Кыргызстану Итак, следующий вопрос, последний В чем буду встречать Новый год? В чем я буду встречать? Я могу показать мое платье, подождите Итак, мое платье, которое вы наверняка уже видели В инстаграме, но я вот так говорю Вот в чем я буду встречать мой Новый год Вот, это мое новое платье Такой стиль Такой бежевый натуральный цвет, можно сказать В этом платье буду встречать Новый год Здесь вот так просто открыть Ну вот, если этот вопрос имел в виду, в чем я В буквальном смысле буду встречать Новый год Я вам показала платье Еще одну историю такую хочу рассказать новогоднюю Знаете, я раньше верила в Деда Мороза Я и мой братишка действительно верили в Деда Мороза И ждали его И мы думали под елкой И действительно Дед Мороз оставляет нам подарки Вот в буквальном смысле Наверное, до третьего класса я верила, что Дед Мороз существует И что было? Мы с батишкой ждали под елкой всегда каждый год подарки Там обязательно утром появлялись подарки Мы действительно думали, что это подарок от Деда Мороза И в один год И мы утром в своем думаем Там будет подарок от Деда Мороза Мы, короче, идем и видим, короче, подарки И мы видим, что одному мальчику, одному девочке Ну, конечно, мы думаем, что это красное для меня, синее для братишки Мы взяли такие радостные на улицу, вышли Похвастаться, что, о, Дед Мороз нам отставил подарок У нас был, короче, сосед, его зовут Лиса И вот Саша Я говорю, Саша, Саша, смотри, что мне Дед Мороз подарил Вот-вот, короче, показываем Он такой говорит, слушай, типа, это твоя мама поставила по твоему ёлку Этот подарок Я говорю, что гонишь это от Деда Мороза Где найдешь вот такие офигенные штучки На базаре, не продаются такие Он такой посмотрел Я видел это на базаре Я такая смотрю на него Нету, нету на базаре Это только Дед Мороз мог достать эту Он такой говорит, нет, я точно видел это на базарчике У нас был рядом базарчик И я такая на него посмотрела Я тебя ненавижу, Саша Вот И потом я, как бы, я ему не поверила Я, как бы, настояла на своём Я до сих пор верила Но потом уже, когда я повзасляла Потом поняла, что Саша был прав Саша был прав, потому что это была мама Я откуда знала, эти подарки были такими необычными для меня Потому что они были действительно необычными Которую нигде им как будто бы нельзя достать И мы с братишкой до конца верили О май гад Но потом я узнала Потом мы, как бы, обманывали братишку То, что это Дед Мороз Потом братишка тоже вырос, тоже понял, что это была мама И знал то, что я тоже теперь знаю Ну, короче Просто хочу сказать Дело не в том, что мама оставила Я просто благодарна маме То, что она в какое-то время нам делала офигенные подарки Заставляла верить в чудо И я действительно верила И я ждала этот подарок Это вот то самое чувство Когда ты веришь во что-то Мне кажется, это очень сильное чувство Когда ты понимаешь Что это О, а Дед Мороз Значит, Дед Мороз действительно существует Вы не представляете Я отдала бы все Чтобы еще раз почувствовать Это, вот это чувство Когда Дед Мороз Какое-то Высшее существо Да, и какое-то Оставляет себе этот Но на самом деле Я сейчас верю в одно Хоть Деда Мороза не существует Существует Бог И Он исполняет все твои желания И я, когда хочу Чего-то очень сильное И я от Тей Души прошу Я что-то получаю от Бога Который Ох, говорит I got you, girl Говорит Не знаю Я тебе сделаю Хоть и Он не дает мне обязательно сразу же Хотя бы Хотя, хоть и со сроком Но все сбываются У меня есть книжка Я вам сейчас покажу У меня есть книжка Вот такая Называется Dreams Come True И эту книжку Я уже имею 3 года Я его купила Мне кажется Мандарини Мандарини продавались Там, где Троте Плаза, что ли Мандарин есть И вот я его купила Я специально купила Чтобы писать там Все свои мечты Как и сбудутся Я вам точно скажу У меня вот Собственно С Эдемал Мухтаровой И все здесь как бы О, здесь даже мои Паспортовские фотографии Ну, в общем У меня все Все как бы Мысли, желания Какие Что хочу Если честно Я вчера только нашла Потому что я долгое время Не писала И я сказала О май гад Ребят Вот все, что ты пишешь Оказывается Сбывается Я могу В первой странице Вам сказать Что Я здесь говорю Я хочу поехать В Соединенные Штаты Америки В это время Я вообще не знала Что я собираюсь Ехать в Соединенные Штаты Америки Но я говорю Господи Я хочу Чтобы я поехала Я поехала в США Я хочу увидеть Нью-Йорк Я хочу увидеть это Я хочу увидеть Лос-Анджелес Я хочу это То в то время Я помню Когда я писала Эти слова Знаете Вот Я хочу увидеть Лос-Анджелес Я хочу увидеть Нью-Йорк Я знаю Что это пишу Но я не могла Представить у себя в голове То, что я когда-то вижу это У меня даже В первой страничке Есть слово Называется Если вы видите Я верю в чудо Я верю в чудо Я здесь пишу Наступил 2013 год Надеюсь Надеюсь Хочу Чтобы этот год Был плодотворный Хочу наконец Полететь в США В США В первую очередь Хочу увидеть Нью-Йорк А там Брадуэй Самые крутые места Нью-Йорка Потом я пишу Хочу к сестре К детям Хочу поцеловать Очень сильно Моего племянника Ахтанчика И это было Первого А второго января 2013 года Ребят Представляете Вот Я не знала Что я полечу Я просто писала Что я хочу Полететь Я хочу 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 видеть своих племянников Я хочу Процеловать их И я вообще не могла представить То, что я полечу Действительно Я увижу Нью-Йорк Я увидела Лос-Анджелес Я увидела все Хоть и для Может быть для некоторых из вас Покажется Это просто так Но извините меня Я в это время Как бы У меня просто не было То же представление То, что я могу Как-нибудь полететь В Америку И то, что я могу Тастичь своих целей И я Я помню Вот это я купила И начала вести Вести этот дневник С первого января С первого января Я сказала Я буду писать Все свои желания И самое одно Есть желание Такое Которое Я вообще не помню Что я писала Это желание Я вам скажу Я здесь Описываю Своего будущего мужа Я здесь Описываю Какой он должен быть Какого я хочу Хочу такого И я, конечно же, пишу Хочу Понимающего Любящего мужа Хочу Чтобы он меня Понимал Поддерживал Любил Всегда Относился К моим взглядам Поступкам Идеям С большим пониманием И пишу Если что-то не понравится Чтоб он смог Досучаться До меня Хочу Мужа Умного Мудрого Высокого Красивого Доброго И мудрого С большим сердцем Семьянина Бизнесмена И я пишу Лучшего Друга Моей жизни Короче Это я писала 16 января 2013 года Вот Я вам даже могу Показать Это число 16 января 2013 года Три года назад Почти Три года назад Я описывала Своему мужу И кто бы мог Знать Что я Вот этого Которого я бешу Здесь мужа Встречу Я выйду замуж И Ребят Я вам честно говорю Я эти все У меня есть еще Другие желания Конечно Я помогала вам Все прочитать Некоторые Слишком личные Но я вам скажу Но я хочу вам Точно сказать То что Здесь многие Сбылись Я это начала Вести С первого дня Нового года И В течении Трех лет Все мои желания Сбылись Здесь конечно же Есть Насчет моих родителей Насчет моей свадьбы Все подетально Все Все есть Слава богу Все сбылись Ребята Я Эта книжка Можно сказать Очень Очень для меня Важная Я поняла Насколько Нужно хотеть Нужно верить В чудо И бог вам Ответит Бог вам Это сделает Для нас Для взрослых Дед Мороз Или Санта Клаус Это бог Который Я вам не говорю Что Ооо Верить в бога Кому-то Аллах Кому-то Бог Кому-то Какого-то Еще другого Не знаю Но для меня Единственное Есть то Что Бог Сделает вам Все Просто Нужно писать Верить Это Для научной точки зрения Можно сказать Если даже не бог Твое желание Например Как там Сила протяжения Если ты очень сильно Хочешь это Ты даешь Как бы Издаешь Свою Ауру Энергетику Вверх И оно возвращается Это Еще один толчок Когда я начала писать Все эти свои желания После просмотра Фильма Секрет Это документальный фильм Про книгу Секрет Как же ее звали Нужно даже забыть Короче я здесь напишу Этот фильм Секрет Мне так вдохновил Это мне Моя преподавательная По психологии Показала нам И сказала Смотреть этот фильм И вам точно понравится И мы посмотрели И там Описывают Насколько Сила протяжения Что ты хочешь Оно возвращается тебе Если ты злишься На кого-то И хочешь зло На кого-то Это зло Возвращается На самом деле Тебе Потому что Ты сдаешь зло А зло К тебе протягается Протягается Получается Вот И если что-то Хочешь Очень сильно Хорошее Хорошее Тебе приближается Тоже Это как магнит Хорошее К хорошему И плохое К плохому И если ты что-то Хочешь Ты издаешь Эту энергетику И энергетика Это Кругом Вращается И возвращается Тем же положительным Образом И все твои мечты Сбываются И я в это верю Я это практиковала Когда я училась По психологии И я действительно Верю в это И это сбывается Я помню Все вот эти мои желания Были после просмотра фильма Я писала Там, кстати говоря В этом секрете говорится Ты должен знать Что ты хочешь Если хочешь Ты можешь взять Этот ноутбук Написать Прям от начала Твоей жизни До конца Что ты будешь делать Что ты на самом деле Хочешь делать И это все сбудется Там даже написано Напиши В каком году В какое время В каким образом Где, что, как ты умрешь И это сбудется Ты должен приписать все Представлять это В уме Представлять это И ощущать Каждое Каждое мгновение Как ты хочешь это провести И это сбывается Я действительно Я это Кстати Я практиковала И это реально сбывается Я могла представить Например Я хотела как-то раз На Иссыколь Я такая Сижу у себя В джалобаде Говорю Господи Я хочу на Иссыколь Я знаю Сейчас Невозможно Потому что у нас ремонт Но я хочу Иссыколь Я, короче, такая Сижу Представляю Как что-то случается И я еду на машине На Иссыколь Чувствую этот бриз От воздуха Я вижу Я вижу Вот на Иссыколь Я представляла Каждое мгновение Как я буду счастлива Я чувствовала Что вы скажете Потом мой брат Приезжает Говорит Я на Иссыколь еду Я могу кого-то взять Я умоляю Мам Мам Можно я поеду Можно я поеду Можно я поеду Мама говорит Ну ладно Можешь Стрелку свою взять Я такая И мы, короче, потом поехали На Иссыколь И я То же мгновение Которое я представляла То, что я буду видеть Оттуда озеро Уже Вот И этот Холодный бриз Иссыкольский Все, что представляла Сбылось Это просто маленькие Такие моменты Которые Можешь практиковаться И у нас в реальность Бывается Вот Короче, ребята Я вам скажу Мечтайте Не просто мечтайте Пишите по деталям Что вы хотите В своей жизни Начните с этого года Начните с этого года Что ты хочешь Предпиши Все, все, все Подетально Что ты хочешь Что ты при этом Будешь чувствовать Насколько ты будешь счастлива Представь все эти Хорошие положительные моменты Никакого негатива Пожалуйста Только положительные И положительные К тебе будет протягаться Магнитом Вот И за это я тоже вам советую Приобрести Такой Не знаю Любую тетрадку Любой дневник такой И писать подетально Чего ты хочешь Как ты хочешь И не просто писать Там мечтать Да А подетально По фактам Так, так, так Так, что ты хочешь Знаешь Вот так я буду чувствовать Вот так, вот так, вот так Примерно Знать, что ты хочешь У вас наверняка Есть такое желание Которое вы думаете О май гад Это вообще невозможно Как это возможно Но вы должны понять Представляете Вот во вселенной Какая сила Она может сделать Просто Шелчок И делать так Что ваше желание Сбылось Вы не представляете В эту систему Как она работает Это просто Не знаю Большая сила Так что Просто верьте Если вы не верите Это точно Возможно Не сбудется А вот вы Если верите Вот действительно Очень сильно Хотите Определенно Что-то Она действительно Случается Я вам точно Уверяю Так что, ребята С наступающим вас Чтоб все ваши Желания И мечты Сбылись Всем желаю Чтоб все сбылось И, конечно же Положительного Позитивного Всего Чтоб не было Негатива Чтоб не было Зависти Не было Ненависти Если вы чувствуете Что вы кого-то Ненавидите Оставьте это В покое Потому что Это к лучшему Не проведет Если вы кого-то Ненавидите Завидуете Или что-то такое Бывает у каждого человека Это нормальная Человеческая Можно сказать Способность Ненавидеть Способность Завидовать Это нормальное дело Но дело в том Что это только ты Можешь заткнуть Это чувство И не обращать На это внимания И можно сказать Просто успокоить тебя Быть самодостаточным Быть самодостаточным Это самое главное Не поддаваться К провокации Вот Лично это мой совет К следующему году Вам, ребята С наступающим вас, ребята С Новым Годом Желаю Чтобы все было хорошо Спасибо, ребята Что посмотрели Видео до конца Еще раз С наступающим вас Новым Годом Кстати, еще раз вам напомню Что идет у меня Конкурс На моем канале Вы можете Вот здесь Кликнуть Будет видео Можете кликнуть Посмотреть видео Там я разыгрываю Две вот эти коробочки С косметикой Так что Если хотите выиграть Вы можете Посмотреть это видео Либо же Посмотреть Много Побольше информации У меня В инстаграме Джампкин Донатс Вот А мы с вами Увидимся уже В следующем году Так что Ищем раз С новым годом Ребята Далиусик Ты Рудовь Ты Рудовь Ты мне Рудовь, да? Редактор субтитров А.Семкин